Вопросы журналистов Вопросы журналистов Вопросы журналистов Вопросы журналистов недвижимости. По системе унифицированной записи, процедуре вносения карты, записи каждого гита посвящено. Есть один порядок введения именно у вас, кажется, Мария, страна недвижимости. Если есть возможность конкретизировать вопрос, мы могли бы... Пожалуйста, напишите нам в чат, что именно мы имеем в виду под прохождением чего-то сделать из недвижимости. Может, какой-то конкретный вопрос есть. Будет обык, уважаемые технические наши сопровождающие сотрудники, включите, пожалуйста, дай весь свет, потому что фотографии и запись должны быть хорошего качества. Спасибо большое вам. От Крашенюком вопрос. Здравствуйте. Как сказалось с пандемией на сделках с недвижимостью в Московской области, в первую очередь с жилой недвижимостью? Владимир Юрьевич, пожалуйста. Управление средствами в Московской области в период пандемии не останавливало свою работу. Полностью все сделки по регистрации имущества, недвижимое имущество проходили в рабочем режиме. Единственное выделение собственного для заявителей в части подачи документов на регистрацию на кадастовский учет. Как мы помним, не в тот период, начиная с конца марта до 1 июня, в функциональной центре не принимали документы, а в последние дни пандемии они принимали только по записи. В связи с этим заявители вынуждены были продавать документы исключительно только в альтернарном виде. И как раз то, что ранее мы говорили, Ольга Николаевна, насколько удобный сервис по подачи документов на регистрацию в электронном виде. Вот в этом случае у нас произошел всплеск количества регистрационных действий, направленных в процессе регистрации в электронном виде. Но повторюсь, что в период пандемии управление осуществляло рабочие свои единицы непосредственно в штатном режиме. Владимир Владимирович, то есть пандемия ускорила процесс перехода в электронный оборот? Она более способствовала, наверное, к систематизации граждан с точки зрения подачи документов на регистрацию в электронном виде. Они вынуждены были обратиться к этому сервису, разобраться в нем и подавать документы в электронном виде. Как раз мы непосредственно после пандемии, буквально в начале июня, перешли в МФЦ, как я ранее говорил, в систему, в ГИС-ИБЛИН, которая также в свою очередь организовала процесс по регистрации прав и гороскопу. Но там же огромные базы. Как вам удалось из МФЦ все эту информацию перенести в электронный вид? Вы закончили этот процесс? У нас были, у нас это нейральные системы, это так называемые ГИС-ИБЛИН, которые были интегрированы в систему ГИС-ИБЛИН, и данная система на сегодняшний день имеет прямой доступ к МФЦ, откуда мы непосредственно получаем документы для, когда сполучат регистрацию прав. Сейчас, повторюсь, все работает в штатном режиме, все регистрационные учебные действия проходят в статусной издоке. Благодарю вас. Вопрос от Агентства. Как проходит перевод из нежилого помещения в жилое? Сколько дачи построек смогли мегаполизовать владельцы с начала 2020 года? Может, какое-то процентное отношение? Что касается, что касается перевода из нежилого в нежилое, это непосредственно полномочия отнесения к органам местного управления и непосредственно правительства Московской области. Что касается статистики по подаче документов на регистрацию, и когда скрыл учет, у нас за прошедший период, за 8 месяцев, у нас расуществлено порядка полутора миллионов учебно-регистрационных действий. Из них на сегодняшний день по порядку 240 тысяч это прошло скрыл учет. То есть в комплексе как раз здесь включаются и объекты жилого назначения и нежилого. Я просто не про жилое помещение, а про земли. У людей там делали с их возназначения, и как-то им там сказали, что если они их не распашут, ничего там не посеют, то здесь опять же возвращаемся к проекту Московской области, где они со своей стороны четко ведят за использованием земельных участков, в том числе целевое использование с нашей стороны контролируется, где земли с их возназначения должны культивироваться, непосредственно использоваться. В случае, если муниципальное образование, мы также в том числе эту деятельность тоже осуществляем. Посматривая на то, что земля не включена в хозяйственный оборот, конечно, применяются меры для того, чтобы эти объекты, эти земельные участки были использованы в каком значении. А переместив земли жилищного строительства, это уже лодка? Это отдельная процедура, она, конечно, предусмотрена, но это в рамках утвержденных генеральных планов проекции Московской области. Если развитие предусматривает, конечно, территории по строительству, они включаются в хранительный северный пункт, и дальше уже производится в обучении предсказового строительства. Спасибо. От «Россия сегодня» вопрос всем. Добрый день. Вопросы интересованы всем. В каких регионах Московской области зафиксирован самый большой рост продаж, часто дамок, за длинная кандемия? Пожалуйста, прошу вас. Мне кажется, это вопрос не совсем по теме нашей конференции, то есть... Душа угроза. Да, мы прошли о рамках нашей конференции. Тем не менее, статистических данных у нас сейчас нет, да, у нас ведется определенная статистика по управлению, но, к сожалению, сегодняшний день, но так как мы не были готовы к этому вопросу, мы таким данным... Да, это не тема. Вопрос, то есть точно ничего сказать нельзя, но ориентировочно. Вы же все время имеете дело с этими документами, а за время пандемии увеличилось или нет? Здесь я добавлю, вот здесь, может быть, мы цифрами сейчас не сможем оперировать. Да, извините, что... Здесь, на что хотел бы обратить внимание, о том, что как раз в период пандемии с пониманием, что в основном большая часть населения старалась выбраться в Московскую область, непосредственно в частные жилые дома, где вот как раз по этому направлению в основном проходили все учетные инструкционные действия. То есть в части квартир, которые у нас в квартирных домах, тенденция была такая, скажем так, стабильная, и больше не меньше. А что касается частных домов, там, конечно, статистику голоса, возросла, частые оформления недвижимости. А есть регион лидер в Московской области? В Московской области, в принципе, регион лидер, да, а так, конечно же, мы близлежащие Матвиле, Камкады, тело, саму территорию у нас находится в таком форме и веществе. Спасибо. Ирина Медроева мне написала, какой из них представляет, спрашивает. Добрый день. Насколько процентов подорожала, подешевела недвижимость в Московской области за год? Да, простой вопрос. Ну, да. Статистики и, ну, к сожалению, внизу. Здесь у нас все решили. Мы, конечно же, со своей стороны ведем статистику по качеству учета регистрационных процедур, в договорах с метой, которая стоимость имущества указывается, конечно, она у нас в том числе есть, но именно формирование показательной выноси в длежний день в разделе блоки это не осуществляет. То есть у нас это непосредственно критерии больше риэлтора, да, министерства строительного комплекса, также правительства Московской области, которые эти направления оснеживают в своей стране. Да, а вот фиксируете. А мы непосредственно фиксируем, да, проблем имущества. Спасибо. Телеканал Лайф спрашивает. Добрый день. На какие документы надо обратить внимание при покупке дома в Кану Испании? Спасибо. Может быть? Да. Конечно, прокомментирую. Что касается, опять же, здесь, наверное, нам будет больше разделить вопросы, если мы говорим про частный дом, то, конечно, нужно обращать внимание, в первую очередь, это на земельный участок, на котором расположен данный дом, на наличие отсутствия обременений, наличие налогов, арестов, в случае, если такие таковые действия. Это все можно найти на сайте, да? На сайте, значит, как Рома Николаевна говорила, можно первичные данные получить, это наличие сведения о границе земельного участка, его адресные характеристики, кадастровая стоимость, категория предразрешенного использования. А что касается Рома Николаевна, там на сегодняшний день по данному объекту необходимо получить сведения путем запроса либо через портал подачи заявлений для получения выписки из ИГРА, либо же через МФСМ. То есть там как раз сведения о правообладателе. Но, как правило, при подготовке документов для оформления имущества полностью проверяется все наличие всех арестов, запретов в отношении данного имущества, чтобы они не были залоги.